Спасибо вам за все. Лучшая реклама, которую я видел в жизни. И таких комментариев очень много. И именно ради этого стоит работать с социальными сетями и стараться для наших пользователей. Резюмируя все, хочется сказать, изучайте вашу аудиторию, следуйте цикличному принципу работы, используйте метрики анализа и не забывайте, что соцсети — это ваша точка роста. Именно их вы можете использовать как инструмент управления ожиданиями вашей аудитории. Спасибо. Я вас послушал, вроде бы вы все правильно говорите, рассказываете, я проверю даже страницу вашего вагмента, но я почему-то ни одного поста из нее уже за долгое время не видел. Как это может быть фейсбук? И при этом пишу я, правда, те же, кстати, постоянно в фейсбуке. Вероятно, вы редко заходите на парень. Фейсбук имеет, собственно, алгоритм выдачи постов. Для каждого поста дают взвешивание, и да, действительно, такое случается, что брендовые посты, они реально исчезают из ленты. Плюс, если вы лайкаете Яндекс.Деньги, то, соответственно, они будут вылезать у вас в ленте, и они будут появляться там чаще. А если вы не заходите на страницу Киви, не видите, соответственно, никаких новостей, вы не можете залайкать, соответственно, она там не появится. И нам очень просто в фейсбук делать все, чтобы вы получали только то, что вы до этого лайкали. А если вдруг вы давно это не делали, то он, как бы, хорошо, вы не заходите за это деньги. Поэтому я вам рекомендую пару раз зайти на этой неделе в группу Киви, лайкать, и мы будем рады видеть вас регулярно. Ждем ваш фидбэк. Есть у чего-нибудь вопрос? Наверное, один. Если что, мы здесь, мы никуда не вытягаем. Какие-то приватные вопросы. Послушаем компанию Дефа, известного сайта строительства. На каком вы месте? По банку, что сайта, я не знаю, где-то в тройке. Это, когда вы análvé, для чего-нибудь в нагрузку. Какая-тоありがとうございます. Так, я представляю компанию ДЭФ. Меня зовут Александр Смирнов, руководитель направления информационных проектов. Чуть-чуть немного о себе расскажу, потому что я представляю в том числе и финансовую практику нашей компании. И смотрю на сайты банковские, и когда мы делаем не только с точки зрения веб-разработчика, но и с точки зрения клиента. В сегодняшней презентации расскажу, как мы видим идеальный сайт, к чему нужно стремиться, какие ошибки нужно избежать. Ну и немножко заглянем в будущее, посмотрим, что будет с банковскими сайтами. С чего начинается банк? Ну вот здесь вот какие-то традиционные стрелочки про билборды, ПВС-материалы, контекст. На самом деле здесь может быть весь интернет, но в конечном итоге клиент всегда приходит сначала на сайт, а потом в банк. То есть можно вот так нарисовать на самом деле. От сайта в 2015 году мы не уйдем никуда, и чем лучше сайт, соответственно, тем лучше наш клиент, тем лучше наша аудитория. Почему сайт так важен? Потому что на сайте, собственно, как и в отделении банка, есть прямая конверсия с сетей в клиентов, да, можно отправить заявку и стать клиентом. Тебе привезут карточку, не надо никуда ходить. Информирование полнее всех, да, потому что ни один буклет столько не расскажет, как сайт, потому что там есть и тарифы, и законодательство, и промо какой-то, и все. Сайт всегда доступен, на него можно зайти с мобильного устройства, с планшета, с ноутбука, откуда угодно и когда угодно. Ну и также он может быстрее других каналов реагировать на рыночную ситуацию, да, когда вот у нас там 16 декабря случился рубль-доллар, да, сайт это первый канал коммуникации, который донес до пользователей в том, что вклады теперь уже там не 12, как было вчера, а 18 процентов, как сегодня. Вот, это реакция там 24 часа, может даже меньше. Цель клиента и цель банка. Здесь на самом деле очень простой слайд. Цель клиента, как он думает, да, вот, ну, здесь может быть много стрелочек во многих смирениях. Удобство, выгода, на самом деле две главные. Соответственно, у банка это лояльность и маржинальность, нам нужны лояльные, нам, да, я говорю со стороны банка, да, лояльные и маржинальные клиенты. А клиент ищет удобство и выгоду. Соответственно, тут некая декларация, да, о том, что вот акценты на сайте банка это важно, и с помощью акцентов мы можем выжать с сайта максимум. Клиенты зацепляют акценты, это факт. Как работает, я вот на следующем слайде покажу. Акценты могут быть, соответственно, на выгоде, да, это цифры, какие-то специальные условия, на удобстве, ну, как коллеги из Киеви говорили, а вот не ходи, да, просто заплати с телефона через интернет. На выгоде и удобстве, вот это вот то, что обычно забывают, это какие-то отсутствия приючных ограничений, например, когда Тиньков выжил на рынок, да, они приложили, а вот снятие в любом бакомате и наличных бесплатно. Вот все, туда народ пошел просто. Или редких дополнительных опций, я не знаю, там, консьерж-сервис, например. Дальше будут примеры, сейчас объясню, как это работает. В ДП-24, вот тут написано не ок, не ок, это значит, на самом деле не совсем все плохо, но есть над чем работать. Вот сайт абсолютно безликий на данный момент, но здесь, наверное, не очень видно надписи в таком разрешении, но здесь нет акцентов, зацеплено нечем. Вот этот промоблок, он не считывается, потому что вот он есть и вот все, вот как бы сайт не для кого. А что ок, вот тут, казалось бы, сайт открытия здесь меньше, чем угла зацепиться, но вот если внимательно посмотреть, я думаю, что вот из зала не очень видно. У нас здесь есть цифры, там, ипотека 11%, вклады 15%, а вот этот вот баннер, вот он по всей Москве развешан, что за вклад они дают 200 литров бензина бесплатно. И вот эти акценты, вот это вот точка входа в пользовательские сценарии, с которых начинается путь пользователя по банку. Клиенты бывают разные, ну, например, вот традиционный сайт банк всегда строится для частных лиц и для организаций, да, там, частным клиентам, корпоративным клиентам. Вот, на самом деле, сейчас уже безусловный тренд о том, что главная страница банка – это страница с частным клиентом. Если мы заставим частного клиента ходить в свой раздел частным клиентам, а там еще искать продукт, а там еще выбирать этот продукт, будет много кликов, будет снижаться конверсия, сайт, ну, перестанет выполнять свою функцию нормально. И вот тут как раз идет речь о персонификации, она лишней никогда не бывает. То, что вот коллеги, там, из Киеви говорили, или еще вот на прошлой сессии конференции, да, что любые данные, которые можем собрать от пользователей, просто любые, а мы о них уже и так много знаем, просто, да, если они, например, живут в Москве, можем для них персонифицировать сайт. Сайт Банка Москвы, да, здесь главная страница, она фактически для всех, для всех и не для кого. Особенно здесь удручает вот эта ситуация с промоблоком, потому что у нас есть ипотека с 12%, и рядом там депозиты для бизнеса, да, на совершенно разные аудитории рассчитаны, и непонятно, как бы, куда кликать. Оксбербанк, почему? Потому что здесь, ну, во-первых, страница для частных клиентов, во-вторых, предложение для вас, да, я вот не знаю, они считали меня, они считали меня, но вот что-то вот из этого, видимо, должно быть мне интересно, вот. Плюс еще здесь таргетированные предложения, да, мы видим зарплатный клиент, пенсионеры, молодежь. Прекрасно. Ну, это сайт, который есть. Скриншот вчерашний. Ну, так он вчера, вчера скриншот, я сделал, не знаю, может, уже новый появился за один день. Новые существующие клиенты, да, разделение, вот, тут тезис такой, что сайт должен учитывать интересы всех клиентов, даже если они уже являются клиентами банка, потому что они могут зайти на страницу своего продукта, они могут посмотреть информацию, которая их интересует об этом продукте, узнать, как им пользоваться, а может, они какие-то функции этого продукта не знают, например, там о картах идет речь. И им также может быть интересна специфическая информация, которые, вопросы, которые могут появиться только после использования продукта, то есть какие-то очень специфичные. Ниок, Райфайзен, золотой пакет, вот этот вот, почему? Потому что, давайте, ну, тут опять же при таком разрешении не видно, где здесь информация для тех, у кого есть карта. Вот здесь нету некого такого маркера, да, держателем карты, его просто нет. Вот, на самом деле, вот она размазана вот здесь, вот здесь, здесь, стрелочками показана. Вот, это очень тяжело считывать, она в разных местах. Оптеньков, потому что для них, для вкладчиков, да, есть отдельная страница, вот она прямо идет по сценарию. Вот, вы еще не стали вкладчиками, а как выбрать вклад, как его открыть, пополнить, что с этим вкладом делать дальше, а вот в конце там, да, советы, пролонгация вклада, промежуточное изъятие, да, вот эта вот работа, вот она на будущее идет, да, вот. Вот, еще клиент не стал, а он уже знает, что, что с этим продуктом делать. Он не продается, этот продукт, вот его преимущество, да, преимущество, что дальше будет. Ищут, подбирают, вот такая сегментация клиентов, ну, тут уже тоже говорили, что клиенты по-разному воспринимают сайт, вот. Здесь есть два аспекта. Первый аспект в том, что на сайте должен быть поиск, в любом случае, что если есть какой-то конкретный продукт, который мы узнали из билборда, или из POS материалов, или откуда-то еще, то есть идет массовая рекламная кампания, он должен либо быть в промо-блоге на одной странице, либо он должен искаться, если он не ничьится, его просто на сайте нет, никто не будет его через навигацию искать. Если он подбирает, да, нужно говорить на языке клиента, и пытаться этот продукт продать в том, как он его видит. Ну и название продукта вторичное, на самом деле, вот, как мы уже видели, выгоды и условия, да, цифры. Неок, на самом деле, сайт Сбербанка, если кто не узнал. Здесь плохо все, на самом деле, про вклад. Вот, если мне нужен вклад валютный на полгода с частичным изъятием, я его просто здесь не найду. Вот, очень тяжело, что-то искать, да. Сроки вклада здесь, ставки какие-то, а какая из них самая выгода? Мне что, все это читать? Не интересно, я отсюда уйду. Ну, вот, как раз вот этот Альфа-банк, который недавно вышел, да, здесь, на самом деле, все очень хорошо, потому что у нас здесь есть некие кейсы использования, да, выгодный процент предостаточно снять. Я здесь еще прочитаю с возможностью снятия или пополнения, максимальный доход без снятия и пополнения. То есть здесь уже есть вот эти вот кейсы. Есть, собственно, особенности вкладов, ежемесячное снятие процентов, самый высокий доход. И вот самое главное, да, о том, что Сбербанк прям большими буквами показывает название вклада, там, победы или название, там, вклада мультивалютной, здесь вот очень мелким шрифтом написано, как ставка, да, потому что ставка на вторичную, потому что первичные те деньги, которые получит клиент, там, в течение года. Вот как раз о верной расстановке акцентов, вторая часть презентации. Главная страница должна работать на всех, ну, как бы очевидно, да, что вроде бы начальников, да, частников много, потому что большинство пользователей сценария, как я говорил, начинается с первой страницы, с главной страницы. Даже если они приходят на контекст, приходят на лендинг, я вас уверяю, там, большинство пользователей, они потом все равно придут на главную страницу сайта и посмотрят, что это, там, за продукт, как он вообще в линейке, там, например, эта карта. Если пользователь что-то ожидает, увидите, должно бросаться в глаза, быть на первом экране. Почему это важно? Сейчас вот посмотрим тоже на примеры. Неок, это авангард. Здесь, как бы, очень много вот точек входа в сценарии, но они, на самом деле, как бы ни о чем, они не предлагают какой-то выгоды для клиента. Ну, вот здесь вот есть Visa Signature, да, какая-то карта. 200 дней кредита, да, окей, это хорошие условия, да, этого нету. А все остальное, это вот не про то. Банкомат у нас там на первом экране. Снять самого важного, на самом деле, о том, что банк очень часто декларирует своим клиентам в офисах, и то, что постоянно есть промо в интернет-банке, снять курс валют. Вот, а здесь они есть. Здесь на первом экране, в Райфайзене, да, здесь есть точки входа, везде здесь есть и промо, и навигация, и для существующих клиентов. Вот, ну, и, в общем, самое главное, если мы хотим менять валюту в банке, да, вот в авангарде, там ее просто не найдешь. На сайте нужно в интернет-банк заходить. Здесь она сразу есть. Про функциональные сервисы, да, у нас сайт складывается, в том числе из контента, из функционала. Но здесь уже революция, она совершилась, поэтому вот функциональные сервисы, они уже важнее текста. Если мы даем табличку про вклады, если мы даем какой-то текст про кредит, это все равно никто не будет читать. Важна та сумма, которую человек заплатит, или та сумма, которую они получат. Сумму можно посчитать через калькулятор, или там карту, подобрать через какой-то подборщик. Вот, это вот отличает сайт как раз от других каналов, потому что это вот некий интерактив, это связь с пользователем, ну а дальше, что хотите, можете сделать с информацией, то есть эту информацию можно собирать нам, например, среднюю сумму, которую человек запрашивает, или средний вклад, который он считает через этот калькулятор, и дальше делать на основе этого какие-то таргетированные приложения. Ну и оценка всегда на удобстве и выгоде клиента, да, потому что без этого никак. Банк Москвы, здесь очень красивый, хороший калькулятор, потому что есть и можно ввести и сумму, и срок, причем свой срок, да, не какие-то там 187 дней, да, вот мне надо 180 именно, и пополнение, и зарплатный клиент, и все. И да, здесь ставки опять же вторичные, здесь где ставки, их нет. Здесь мы увидим ту сумму, которую получит клиент, и ту сумму, которую ему заплатит банк за вот размещение вот этого вклада. Вот, да, шикарно, то есть вот она прямая выгода для клиента, да, вот. Вот это я, прошу прощения за эту ужасную картинку, да, такой old school interface, здесь, вот здесь как раз табличка, о которой я говорил, здесь как-то выбирать вклад вообще непонятно, вот я, честно, пытался выбрать, не получается, то есть вроде бы высокие ставки, но какие-то условия непонятные, вот, но здесь есть очень хорошая кнопочка, она вот здесь находится, вот, мы ее нажимаем, и вау, да, у нас вроде бы неплохой сервис подбора, то есть он есть, непонятно, почему он не в приоритете, почему вот есть страшная табличка, да, с каким-то курсивом и разноцветным шрифтом, вот, вместо удобного подборщика. Ну, садил достаточно давно. Акценты не должны быть против. Здесь очень важный момент, да, что мы можем говорить, в том числе и по законодательству, да, о том, что у нас какие-то хорошие продукты, у нас очень надежные, хороший банк, мы номер один, со звездочками, но мы должны о чем-то плохом рассказать. Ну, вот, если мы о чем-то плохом хотим рассказать, да, о том, что у нас там реальная ставка по кредиту, там, на самом деле, 57%, да, вот, а 200 дней отсрочки по кредиту только на первую платежь, то давайте об этом не говорить, а в акцентах. Как это работает? Рокетбанк. Здесь, на самом деле, акценты говорят обо всем, да, у нас везде написано, везде только преимущества, да, 0% сообслуживания, там, 0 рублей, 15% годовых, 16% годовых, там, 10 раз, вот, а тарифы там где-то внизу этого огромного лендинга, ПДФ-ки, да, туда просто не доберется. Вот этого нам уже достаточно для того, чтобы принять решение как клиенту и сгазать карту. Похожий продукт, вот я его специально нашел в банке Уралсип, как продукт подан, да, то есть тоже накопительная карта, тоже есть какой-то вот процент на остаток, вот, но как клиент смотрит? Клиент смотрит сначала на цифры, да, доходность, там, от 50 тысяч рублей, 4,5%, ну, там, ладно, зато банк Уралсип, там, 3 года, да, карта даже платная, вот здесь уже, да, у нас, как бы, ну, сам продукт хуже, но дело не в том, что сам продукт хуже, хуже, что он подан, потому что вот эту простынюю текста никто читать не будет, а вот на тарифах, которые здесь, вот, они также вывезены, да, красиво, вот мы посмотрим, здесь написаны ограничения и все, и вот есть хорошая шутка, мы когда проектировали сайт страховой компании большой, мы его скоро запустим, мы поняли одну прекрасную вещь о том, что когда клиент на сайте дошел до чтения тарифов, открыл эту ужасную ПДФ-ку со всеми условиями, он после этого страховой продукт просто не купит, потому что невозможно с такими капальными условиями вообще прийти в эту компанию и отдать им деньги, вот когда он до тут доберется, да, ну, естественно, мы по законодательству должны это размещать, вот, но в наших интересах, чтобы клиент это не увидел, не прочел, да, но это было доступно. Да, сейчас у меня осталось буквально пять слайдов. Имидж равно интерфейс, вот это вот кредит нашей компании, которую мы преследуем, и интерфейс определяет имидж банка, ну, понятно, что хороший интерфейс может решать задачи клиентов, как мы видели на примере Альфа-банка по выбору вкладов, вот эмоции влияют на лояльность и маржинальность клиента, это правда, то есть вот без хорошего интерфейса мы не уедем никуда, но, естественно, это выгодно и клиенту, и банку. Я здесь специально не сказал, что это интерфейс сайта, потому что на самом деле интерфейс, вот он, по сути дела, да, вот мы здесь видим зеленого человечка, некого с квитанцией, который идет в зеленый банк и платит эту квитанцию за кварплату, или мы видим там синего человечка с партнером.